Здравствуйте! С главными событиями этого дня с вами в студии Илья Сахаров. Экономика России, социальная сфера, цены на нефть, взаимоотношения с Соединенными Штатами, патриотизм, экология. 12-е по счету прямая линия президента охватила широкий спектр вопросов, которые задали Владимиру Путину российские и зарубежные журналисты. За 3 часа 50 минут общения президент ответил на вопросы 47 журналистов. Что их интересовало, нам рассказали коллеги. Наша съемочная группа работала на площадке пресс-конференции. В пресс-конференции президента России Владимира Путина прошла в центре международной торговли. На мероприятии собралось рекордное число журналистов, около полутора тысяч человек, так как федеральные, региональные, так и иностранные средства массовой информации. До начала пресс-конференции журналисты почти 2 часа общались друг с другом, брали интервью, чтобы понять, что больше всего волнует россиян. Дабы быть замеченными и увеличить свой шанс задать вопросы Владимиру Путину, каждый участник пресс-конференции подготовил разнообразные плакаты, такие как инвестиции для России, одаренные дети, евразийское и ажирское общество, удар в спину, поехали дети, космос и даже чувства. Первый вопрос президенту поступил от журналиста «Радио Маяк». Он спрашивал, в каком состоянии в настоящий момент находится российская экономика. Президент подвел краткие итоги уходящего года, они еще не окончательные, цифры будут подбиваться. Но президент отметил те проблемы, которые нужно решать. Нужно обеспечить рост экономики, поднимать доходы населения, которые в настоящий момент реально упали. И это ведет к снижению потребительского спроса. Но здесь есть положительный тренд. За последний месяц наблюдается рост заработных плат в реальном секторе экономики. Традиционными были вопросы об исполнении майских указов президента, дефиците бюджета и инфляции. Путин заявил, инфляция в 2016 году составит 5,5%. Он подчеркнул, это рекордно низкий уровень. Дефицит бюджета в прошлом году был 2,6%. В этом году показатель составит 3,7%. Как отметил глава государства, это абсолютно приемлемая величина. В том числе и потому, что сохраняется положительный баланс внешней торговли. Вопрос, который был интересен всем нефтедобывающим регионам о ценах на нефть, озвучил представитель РИА Новости. Глава государства подчеркнул, при формировании бюджета Россия будет исходить из консервативных показателей в 40 долларов за баррель. По его словам, экономика страны уже приспособилась к таким ценам. При этом он считает, что во второй половине 2017 года излишки нефти на рынке уйдут. Что касается продажи акций Роснефти, Владимир Путин сказал, что эти меры улучшают структуру экономики и привлекают новых собственников на российский рынок. Это швейцарская компания «Глинкор» и государственный фонд «Катара». Перечислят ли деньги иностранцы за приобретенные 19,5% пакета Роснефти? Деньги перечислены в бюджет Российской Федерации в полном объеме. Уже перечислены. Иностранцы, конечно. За Башнефть Роснефть сама заплатила 300 с лишним миллиардов. Иностранцы уже перечислили свою часть 700 с лишним миллиардов. В общем и целом, бюджет получил от продажи Башнефти и 19,5% Роснефти получил триллион 100 миллиардов примерно. Желающих задать свой вопрос было много. И каждый старался по-своему привлечь внимание президента. Это удалось в том числе представителю информационного агентства «Северпресс» из Салихарда. Девушка с Ямала подпрыгивала и этим привлекла внимание Владимира Путина. Она назвала свой регион драйвером российской экономики, но сетовала, что не хватает дорог. Кроме того, журналист хотела услышать мнение главы государства по поводу регионов-доноров. Вы знаете, вот вы сейчас только что сказали о необходимости осуществления проекта «Северный широкий ход». Как вы думаете, вы в состоянии всё это сделать сами? Нет. Значит, вам тоже нужна помощь, правда? Поэтому практика Минфина, которая называется «вравнивание доходов различных регионов», она является правильной. Если какой-то из регионов получает сверхдоходы, исходя из наличия в этом регионе природных ресурсов, то мы всё должны помнить, что это общенациональные природные ресурсы. И все граждане Российской Федерации, где бы они ни проживали, они должны пользоваться одинаковыми правами, а это можно обеспечить только добиваясь соответствующих доходов региональных бюджетов. И на сегодняшний день перераспределение для того, чтобы подтолкнуть развитие, оно необходимо. Поступали президенту вопросы о псевдопатриотах, импортозамещении, строительстве моста в Калининграде наподобие Керченского, ситуации на Ближнем Востоке, новых для России международных норм и ювенальной юстиции. Всего Владимир Путин ответил на вопросы 47 журналистов и выделил на общение с российской и зарубежной прессой почти 4 часа.